Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Аналитика Роран». Гостем сегодня в нашей программе Владимир Ильич Большаков, профессор, крупнейший философ слова и анафильского направления в интеллектуальной среде России, один из властителей Думы. Не побоюсь этого сказать. Не будет это преувеличения. Напомню всем, что Владимир Ильич — это человек, который очень хорошо погружён в проблемы, связанные с мировоззрением, ментальностью, ментальным противоборством. Потому что понятие войн, Владимир Ильич, это много шире, чем ментальное противоборство. И начнём мы разговор с того, что всё-таки определимся, какие философско-мировоззренческие направления имеются сегодня у нас, на нашем поле в этой сфере. Ведь когда-то давно, в XIX веке, мы помним, что была жестокая борьба двух направлений — западничества и славянофильства. Причём зачастую в нашей советской истории славянофилов подавали чуть ли не как дикарей каких-то, которые тянут в далёкое прошлое. На самом деле многие из нас, в том числе, кстати, и я, стоим на позициях славянофильства. Вот расскажите сегодня, какая ситуация в этой сфере. Сохранилась ли бы та же дуальная ситуация? Или, может быть, уже что-то изменилось? Я хочу сказать, что на самом деле война началась не как жестокая. Дело в том, что почему она вообще началась? Мы в нашем предварительном... Мы уже с тобой вами говорили, Владимир Юрьевич. Не война, а противоборство. Противостояние мысленное началось нерадикальное. Я хочу всё-таки вернуться к тому, почему это возникло. Вот мы предварительно говорили о Наполеоне. И проблема же в том, что когда наши офицеры, дворяне, оказались в Европе, посмотрели, как там живут европейцы, европейские крестьяне, они устыдились, пришли в ужас. Потому что вернувшись сюда, они поняли, что победители живут просто в нищете по сравнению с той Европой, которую они победили. Они начали мучиться вопросом, как сделать жизнь народа лучше. Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Для начала дворяне надо было вспомнить, что источник всех этих бед именно они сами. Да, но неважно, все равно лучшие представители их задумались, как сделать жизнь народа лучше. И вот тут самую главную роль во всем этом зарождении этой дискуссии сыграл Хомяков. Алексей Степанович Хомяков – это человек, которого я люблю, уважаю, ценю и считаю, что о нем должны все знать. У нас есть свой Хомяков. Достойный, кстати, человек, Владимир тоже. Да, но тот не Владимир, а Алексей Степанович. Так вот, Алексей Степанович Хомяков, я сам, ну, мы на Арбате часто встречались, я сам арбатский житель, и с удивлением и радостью посмотрел. Ну, там все время на Арбате выставки меняются. Вот новая выставка была когда-то там несколько месяцев назад. Смотрю, собачью площадку показали, а ее же снесли в результате вот этих всех хрущевских этих архитектурных новшеств. Она исчезла, и я очень хотел ее, не застал уже, очень хотел ее увидеть вживую. Смотрю, да, собачья площадка. Смотрю, да, собачья площадка номер 7. Что это за дом? Это дом, который купил Хомяков и назвал ее «Говорильня». И вот эта «Говорильня» была… Это Хомяков какой? Тот? Алексей Степанович Хомяков, да. Тот в 19-м веке? Да, он помещик, достаточно обеспеченный человек был. Купил этот дом, и вот там, в этой «Говорильне» собирались все для начала, кто был озабочен проблемой народа. Ведь откуда пошли народничество? Потом оттуда все пошло. Они начали говорить. И вот когда они начали говорить, рано или поздно выяснилось, что между ними возникает… Они все любили Россию. Но между ними возникает определенная отчужденность по мировоззренческих основаниям. Были люди, во главе которых стоял Хомяков, дальше Киреевский и так далее, которые понимали, что Россия – это особая цивилизация, и что надо подходить к ней по-особому. А были те, которые… Грановский там и так далее, которых мы относим сейчас к западникам, которые считали, нет, вот Запад преуспел, показал пример, давайте этим примером воспользуемся. И вот постепенно у них возникло это противостояние. И Хомяков, и команда переехали. Ну, Владимир Ильич, вы знаете, я хочу сказать, вот с этой точки зрения, вот это вот противостояние идеи развития собственного, природного, свой потенциал, и развития с опорой на… Европейские. Не на европейские, она иностранная. Она была и везде. Вот в Советском Союзе, например, по системам вооружения целый ряд оружий, образцов оружия, вот, у нас могли сделать сами, но предпочитали опереться на западные. Например, вот я начинал работу, службу свою, там мне пришлось, это уже капитан лейтенантских погон, это 26-30 лет, я начинал с наших отечественных машин БСМ-6. А уже тогда внедрялись и серии ЕС, которые были сделаны на основе IBM, скопировали. Другие принципиальные подходы, наша серия была загублена, хотя потенциал в ней был больше. Вот что интересно. Вы наступили на мою больную мозоль, давайте перенесём и договоримся, что мы поговорим о том, какую роль БСМ-6 вы случайно зацепили человеку. Я же по образованию физик-ядерщик. И все эти системы, я хорошо знал, они на моих глазах развивались. И поэтому о ЕСМ, о БСМ-6 и о развитии будущего нашей электроники давайте поговорим отдельно. Отдельно, договорились, пошли. Давайте, продолжаем. Я просто как иллюстрация, что это продолжается до сих пор. Я возражу решительно. То есть там на самом деле это важнейшая тема, но далёкая от нашей. Возникли разногласия. Именно по способу улучшения страны. Там не было врагов России. Там были друзья. Но друзья, которые смотрели на Россию по-разному. Как, впрочем, и дальше было то же самое. Ведь Пётр, кто это? Но это не дальше было до этого, а потом большевики, меньшевики, после этого. То есть все эти представители, они, в общем-то, стремились сделать жизнь лучше. Правильно? Они хотели улучшить Россию. Но Россию каждый понимали по-своему. А вот наша задача... И, соответственно, видел разные пути решения задач. А наша задача понять, что же такое Россия сама по себе. Вот в чём проблема. И пока мы этого не поймём, ну невозможно улучшать жизнь, явление какого-то, тем более цивилизационного явления, не зная, что это такое. У меня одна моя... Я когда-то был молодой, такой активный, одна дама сказала очень мудрую фразу. Если хочешь помочь, спроси, что тебе надо сделать, чем тебе помочь. Не думай, как ты бы там улучшил. А спроси, просто спроси. Что у тебя, какие проблемы? Ну вот давайте спросим, что сейчас, какие сейчас, вот в данный момент, какие сейчас тенденции в обществе нашем? А проблема... Сохранился ли вот этот дуализм? Или уже он изменился? Он вечен, этот дуализм. Ну, может быть, не вечен, но он уже несколько столетий существует, и ещё несколько столетий будет существовать. Почему? Ну, наверное, на место Запада придёт Китай. Да, просто... Почему он будет долго и был долго? Потому что, к сожалению, так получилось, что мы воспринимаем античность, то есть истоки того мысли, истоки философии, каждый хочет воспринимать их как наследники дальше развивать. И особенное право на это себе просто присвоили, приватизировали Запад. Они посчитали себя наследниками всего того, что было в античности. Греции, Рима там и так далее. И от этого возникло такое понятие, как европоцентризм. Потому что они посчитали, что они наследники. Но они никакие не наследники. Нет, но я с вами не соглашусь. Европоцентризм возник, по сути дела, с момента начала колониальной политики. Может, вы мне будете возражать. Колониальной политики, когда они в конечном итоге, к концу 19 века, разделили планету между собой. Естественно, возник европоцентризм. То есть Европоцентризм возник как следствие того, что европейская цивилизация, западная цивилизация, не только европейская, западная цивилизация, по сути дела, установила господство над миром. За исключением одного участка земли, называемой Евроазия, где находилась Российская империя. И всё. Всё-таки здесь я должен возродить. Причинно-следственные связи, по-моему, были другие. Разделили они мир не потому, что после этого объявили о создании Европоцентризма, потому что себя сначала почувствовали центром планеты и посчитали, что они вправе разделить. Ну, это мы будем спорить. Я с другой точки зрения, я с точки зрения военного человека рассуждаю, потому что они изобрели, грубо говоря, раньше пулемёт, раньше, чем другие страны, изобрели линейные корабли, с тяжёлыми пушками, тяжело бронированные, высокоэффективную артиллерию и остальные атрибуты войн XIX века. И поэтому смогли завоевать вот эти все страны. Плюс к тому же они вели достаточно тонкую промышленную политику на территории оккупированных стран, политику разделяя и властву, и за счёт этого оккупировали все эти страны. А не потому, что они там... Ну, это спор такой. Нет, это, конечно, спор, но я надеюсь... Я обращаюсь к тем, кто нас слушает, я надеюсь, что они согласятся с тем, что в начале было слово, что все события, которые происходят на Земле, сначала они в сакральном мире происходят. Потому что если человек к этому не готов, чтобы изобрести вот этот корабль, надо сначала понять, что он тебе нужен и для чего он нужен. И тогда ты начинаешь его изобретать. Ну, вот тут это долгий спор. Это вопрос уже касающийся, скажем так, основного вопроса философии. Давайте мы тогда его закроем и перейдём к теме нашей всё-таки. Да, мы признаём, что в какое-то время, в течение, в промежутке последних 500 лет, возникло такое явление, как европоцентризм. Европа почувствовала себя центром мира и посчитала, что она вправе этот мир завоёвывать, делить между собой и навязывать всем свои, ну, скажем, модели жизни, свои системы власти, ну, и всё, что с этим связано. И в этом смысле мы можем даже считать, что холодная война – это не какая-то выдумка, это продолжение той войны, которую Европа начала, не объявляя об этом с высокой трибуны. То сам факт того, что в России существовала вот два таких течения, как раз говорила о том, что в других странах такого же не было весь. Ну, потому что другие страны, они не озабочены этими проблемами. А мы озабочены по той простой причине, что мы оставались единственной цивилизацией к концу 19-го века, которая сохраняла свою суверенность. Не только к концу 19-го. Мы были всегда в течение последних четырёх тысяч лет суверенными. Но я подчеркиваю, к концу 19-го века. Ну, к концу 19-го, безусловно. Потому что к концу 19-го века весь мир был поделен под контролем Запада, а Россия оставалась суверенной цивилизацией, со своими взглядами, со своей ментальностью. И это не могло не привести к тому, что внутри на духовной сфере, духовно-интеллектуальной сфере нашего общества не могла не возникнуть в этой элите не могла не возникнуть дуализм. Западничество и славянский. И не только всё то, что вы перечислили, я с этим согласен, а ещё и со своим наследием. Ведь мы взяли на себя наследие Византии. А это обязывало. Византия более чем тысячу лет была законодателем моды в области культуры, несомненно, права во многих других областях. Об этом сейчас не любят вспоминать. Скажите, в Европе, да кто вы такие? Вы от Византии взяли всё лучшее, в прямом смысле украли квадригу, поставили там... Да, Венеция украла. Ну и так далее. Поэтому это вообще-то наследники воров. Но и сейчас они, так, между нами говоря, по-простому... Таковыми и являются. Таковыми и являются до сих пор. Поэтому... Но при этом они смогли придать блеск своим достижениям. И этот блеск оказался привлекательным. И очень многие люди, образованные люди, просвещенные элита Российской империи, смотрели, в общем, так, с вожделением. Владимир Ильич, а можем привести вот такую, знаете, понятную, приземлённую, такую всем понятную, приземлённую картину. Очень просто. Ракетёр, который грабил, скажем, какой-то город, вот, построил себе роскошный дворец, стал туда приглашать писателей, поэтов, дал себе блеск. Он же не может не вызывать интерес. Конечно, конечно. Но тут другое. Тут вот удивительное дело. В период экономической мощи, расцвета Российской империи, а он был достаточно длительное время, ведь все капиталы увозились туда, и там они... Как и сегодня. Как и сегодня. Да сегодня щенки просто... С тем, что было тогда. То есть, чтобы Александр Данилович Менщиков, ну, полбюджета России, ну, точно упрятал там, почему его детей не убивали, а пытались вернуть и придать им официальный статус. Слушай, надо же, только наследники могут воспользоваться его... Выведенными средствами. Выведенными средствами. Поэтому сейчас... А так это на государственном уровне, по мелочам, колизей, мы все восхищаемся. Поразительность. Кто его восстановил? Русский помещик. Все это. А там Сава Мороз... Кто поддержал этих большевиков? Сава Морозов. То есть, вот все... Вот удивительное дело. Почему они это делают? Ну, по поводу большевиков, это отдельный спор. Да. Не будем их трогать. То есть, я хочу сказать, что Европа была притягательная. И эта притягательность мне особенно понятна. Все-таки я с Глазуновым Илья Сергеевичем 20 лет работал, был его заместителем. И, конечно, он Италию прекрасно знает, и всю Европу, и выставки, и вам все это рассказывают. Мы вместе с ним бывали в Италии. И поэтому я, конечно, понимаю, да, действительно, в области реалистического искусства, когда мы отошли вот это от Средневековья и вот Венецианская школа и прочее, конечно, они там... Превосходили. Да, они превосходили, безусловно. Это превосходство было примерно до середины XIX века. Представляете себе? То есть, в течение долгого времени мы посылали своих выпускников лучших туда, чтобы они дальше... Даже и в конце, по-моему, посылали XIX века. Посылать-то посылали, но я говорю о превосходстве. Присылали по инерции. А превосходство действительно сохранялось. Ну что же делаешь? Вот так они учили когда-то нас... То есть, сегодня мы можем говорить, что так или иначе, сегодня есть у нас, по сути дела, те же самые направления, которые были раньше. Только направление, которое раньше было чисто западническим, теперь трансформируется, расширяется. Потому что сейчас, по-моему, там начинает прорисовываться и восточное направление, китайское преимущественно. Или это не так? Это не самое главное отличие. Самое главное отличие, вот то, с чего мы начали разговор, что там 200 лет назад это были люди, любящие Россию и просто по-разному видящие ее будущее. И 100 лет назад это тоже были люди, любящие Россию по-разному видеть. Сегодня это совершенно другое. Сегодня в том, что это враги России. Это не просто люди по-другому смотрят. Это враги России. То есть они не желают добра России, они стремятся ее... Нет, они стремятся ее уничтожить, они стремятся действовать по законам их кумиров. А эти законы, их стремления давно прописаны. разделить, расчленить, поработить. Я хотел бы уточнить такой момент. Значит, про откровенных врагов России вопросов нет. Это вот те, которые уничтожали нашу промышленность, те, которые уничтожали наше, так сказать, высокоточное производство и так далее, и так далее, и так далее. Их много. Частью это были люди, которые вполне смысленно это делали, исходя из своих мировоззрических позиций. Они выпистываны были давным-давно. Еще в советских временах. Частью это были просто примитивные воры, которых ни о какой-то философской позиции речь идти не может. Но даже вот про врагов вопросов нет. Они работают по клише западных спецслужб, тут вопросов нет. Меня интересует, среди друзей, которые смотрят на Запад, друзей России, патриотов России, западнический вектор, вот это то, с чего начиналось движение Хомякова, сейчас есть? Безусловно. Или сейчас уже те, которые западно ориентированы и на фоне всего, что происходит, уходят на другую позицию? Это, безусловно, есть. Но проблема еще более осложнилась, потому что 200 лет назад было более-менее понятно, какая ситуация, в чем различие. Сегодня все так перемешалось, особенно после 90-х годов, когда в мясорубке все перекрутилось. Действительно, у многих там семьи, бизнес, свои там... Ну, это бизнес, это те, которые туда поехали. Я говорю о патриотах России, которые в мирозренческом отношении стоят за Россию, за то, чтобы ресурсы шли, оставались в России, чтобы Россия развивалась, но они видят развитие России в западном векторе. Интеграцию, сближение... Нет, не интеграция, сближение с Западом, взятие на вооружение западных технологий, методов, способов, не технологий технических, а социальных технологий. Вот. Или те, которые, так сказать, ориентируются на самобытность. Вот как вы говорите, вот такие позиции, там, история России, там, так сказать, экономики. Вот такие сейчас есть западники у нас, которые ориентируются действительно на... Просто видят другой вектор. Они просто есть. Их тьма тьмущая. Таких, да? Да, тьма тьмущая, потому что... То есть они друзья России наши. Они друзья России. Ну, вот то, что сейчас происходит на Западе, вот то, что сейчас происходит на Западе, это же видно, что провал Запада. Они не понимают этого? Они... Ну, понимаете, дело в том, что, к сожалению, так получилось, что Россия там, трижды за сто лет последних трижды меняла свои мировоззренческие, формальные, официальные свои мировоззренческие основания. И не у всех, не только не у всех, довольно немного людей, у которых была возможность в этом разобраться глубоко, научно, и все это для себя усвоить. Основная масса по инерции идет. Кто-то идет по советской дороге, как его вытоптали там в свое время, кто-то идет по либеральной западной дороге, а кто-то вообще в какие-то космические дали. Значит, там тоже есть разные... А вы к какой сектору относитесь? Я отношусь к сектору того небольшого количества людей, которым повезло, прежде всего, повезло, я смог в свое время пять лет каторжного труда потратить на изучение архивов, там все это. И мне повезло, я смог разобраться во всех этих перипетиях, и поэтому я эту правду несу в своих книгах, и эту правду в лекциях, во встречах и так далее. И хочу, чтобы она стала общей. Вот и давайте сейчас об этом поговорим. Это как раз очень кстати к месту. Давайте сейчас начнем с того, что вы расскажете саму идею, то, что можно уложить вот эту нашу передачу. Потом мы будем развивать эту тематику, расширять по каким-то отдельным аспектам, чтобы в пределах там получаса-часа можно было людям разъяснить те или иные аспекты. А сейчас вот общим мазком. В чем состоит с вашей точки зрения сегодня русская идея? Мы сегодня говорим про русскую идею. Да, дело в том, что, чтобы говорить про русскую идею, надо же, все понимали, что мы не поговорим, не говорим про русскую, не замечая никого. Есть определенные достижения в мире. Есть несколько школ, которые этой проблемой занимались. Прежде всего, это английская школа, британская, это Арнольд Тойнби, его известные работы, в гуманитарных вузах, его хорошо знают. Есть германская школа, Освальд Шпенглер, и так далее. Есть американская школа, но представлена нашим соотечественником, прежде всего, Петерим Сорокиным, хотя он там создал мощную школу. Но есть русская школа. Начинал ее, как я уже сказал, Алексей Степанович Хомяков, и там до космистов, там уже современников Шифаревича и прочее. Но я бы хотел в русской школе особенно отметить одного человека, Николай Яковлевич Данилевский. Но эта фигура очень известная. Это великий человек. Это великий человек. Но этот великий человек не был признан никем при жизни, только после его смерти были изданы его труды. А сегодня, когда Владимир Владимирович готовил, ну не сегодня, там 15 лет назад, когда готовился к своей Мюнхенской речи, он поднял эту работу Данилевского и проштудировал ее. А мой студент, я его поручил изучить, он показал четко, что мысль, речь Путина, она построена на идеях Данилевского. В чем суть? Суть очень простая. Что Данилевский стал не просто одним из теоретиков, он стал основоположником цивилизационного подхода. Он 150 лет назад не просто сказал о цивилизации, он сформулировал законы развития цивилизации. Он показал, что является цивилизацией, что цивилизацией не является. По сравнению с тем, что сделал он, единственное, что сегодня, какое достижение было сделано, это понятие страна цивилизации, что оказывается, есть... Кто автор этого понятия? Ну, а его ввел в оборот Вадим Вадимович Путин. Понятно. А кто ему это подготовил, это вопрос другой. Поэтому он, ну и русский мир тоже он ввел в оборот. То есть там, конечно, тоже работают... Ну, русский мир, правда, еще до него цивилизаций. Нет, речь идет о предал. Предал. Официальный статус. Предал официальный статус и направление такое конкретное, политическое. В чем не особенность, а в чем трагедия? Ну, во-первых, трагедия Данилевского, что он не был принят в сообществе. А почему не был принят? Ну, потому что там Владимир Соловьев был. Сегодня аллилуйя все его поют. Ой, великий мыслитель. Да какой великий мыслитель? Он типичный западник, и вообще печати негде ставить. Но он признан на Западе, потому его считают великим. На Западе он признан. Почему? Потому что он любил Запад, и Запад его любит. Он был не принят вот этой, ну, чванливой немножко, вот той элитой, такой интеллектуальной, прозападной тоже. Но проблема даже не в этом. А проблема в том, что ему надо было написать книгу «Россия и Европа». Вот попробуйте сформулировать мысль, которая самая главная будет на века. Россия и Европа. Действительно, что это? Россия — это Европа, Европа — это Россия, Россия и Европа, и Россия против Европы. Действительно, дихотомия такая могучая. Так вот, ему пришлось, основная мысль его книги, доказать, что в России существует особый, он ввел такое понятие, цивилизационный тип, особый славяно-русский цивилизационный тип. Это надо несколько раз повторить, чтобы несколько раз прослушали зрители и поняли, что мы не ошиблись, не оговорились. В России надо доказать наличие русских. То же самое, что надо было в Германии доказать наличие немцев, во Франции французов, но сейчас, правда, во Франции французов надо действительно доказывать. Вот в Российской империи насколько дух западничества там был силен, что не надо было доказывать, что подождите, да, Запад, да, Европа, да, мы туда ее защищаем, туда все тащим лучше и так далее. Но есть же и мы свои. И в этом его заслуга, и это не метафора, это реальность. То есть, по сути дела, Даниилский был интеллектуальным ядром и остается интеллектуальным ядром, ну, скажем так, славяно-фильской позиции в интеллектуальной среде, которая ныне трансформировалась в идею русского мира. Да, он, я бы сказал, он как стержень, он передал, ведь есть старшие славянофилы, о которых мы говорили, есть же и младшие славянофилы, это в основном писательская среда, а есть и поздние славянофилы, назовем их так, это космисты русские, Николай Федорович, Чижевский, Вернадский и так далее. Ну, есть современные, Шафаревич я бы выделил, Игорь Васильевич. Так вот, Данилевский, вот как он как бы всех их соединил, и вот в этом... В этом стезио такой, да? Да, да, и в этом его особая роль и особое место, которое занимает его творчество. Так вот, вот то, что Данилевский, то, что Данилевского ему пришлось отстаивать, вот это как-то никак не могут понять. А это так, Катков, это же, ну, очень фигура заметная, он же угодил в тюрьму за свои письма из Риги. Ну, как это так? Ведь когда... А в чём суть этих писем? А суть в том, что проснулось национальное движение, сейчас Прибалтика себя там как-то... Да никто была Прибалтика, мы её будили, будили, наконец пробудили. У них проснулись свои национальные какие-то чувства. Они стали бороться против немецкого засилья. А заодно вырезали русские гарнизоны. Он об этом написал, угодил в тюрьму. Понятно. Почему? Потому что в Российской империи мы поддерживали любое движение, любую культуру. Но когда эта поддержка приводит к тому, что просто идёт война, почему потом эти латышские стрелки и так далее, это всё продолжение вот того, против чего Катков боролся. Его в тюрьму? Ни много, ни мало. Я уж не говорю, Ломоносов просто в тюрьму угодил, и его бы казнили, если бы он не был Ломоносовым. Только за то, что он написал учебник русской истории и покритиковал Шлёцера, Байера, этих немецких известных теоретиков российской государственности. Ну или норманизма, скажем так. То есть вот это вот, надо об этом как-то задуматься, вспомнить и всем современникам понять, что сегодняшняя ситуация тяжёлая, но не самая тяжёлая. Были хуже времена. Сегодня всё-таки у нас свобода, мы говорим спокойно обо всём. Конечно, электронная вся эта технология нас душит, но мы всё равно говорим. Нет, ну почему душит? Сейчас, кстати сказать, в плане, так сказать, возможности, высказаться возможно достаточно. Существенно больше, чем на Западе, я могу сказать. Конечно, меньше, чем в гельцинские времена, когда я мог открыто по радио критиковать ельцинский режим, причём очень жестоко, порой в формулировках довольно сурово. Но, тем не менее, такое было. Ну, с другой стороны, вот эта свобода ельцинского режима была бы сурово не доброй волей дядюшки Бориса Николаевича, а тем, что он просто не мог всё это дело подавить. Это особая статья. При царе режим был очень жёсткий. В иерархии власти система контроля была жёсткая, поэтому решали эти задачи достаточно просто. Сегодня, так сказать, ситуация несколько другая у нас в стране. С одной стороны, резко повысились возможности электронных средств по контролю, с другой стороны, резко повысились возможности средств по распространению информации. И там, где при царе появлялась одна газета, и уже это было поводом для серьёзных расследований, для выявления, кто там сделал. Из-за того, чтобы выпускать эту газету, у нас уже была целая организация, чтобы её выпустить. И сейчас наши контролирующие органы тонут в потоках информации, потому что перелопатить миллионы блогеров очень тяжело и сложно. Но всё-таки вы, как военный аналитик, я не могу не проиллюстрировать то, что я сказал, в таком военном аспекте. Вот эта монография, называется «Сакральность власти», вот она была написана под конкретную задачу. Я, естественно, я официально заявлял, я с удовольствием пойду добровольцем, но меня почему-то не берут. Я думаю, что я мог бы пригодиться. Но, тем не менее, я свой вклад внёс. Проблема в чём? Мы об этом говорили, что в Новороссии, где решается судьба и России, и Европы, и мира, сегодня идёт страшная война, жестокая война. И те, кто там воюют, это действительно и герои. Вот они... И Владимир Владимирович, слава Богу, всё время не устает об этом говорить, их поддерживает всячески, там блогеры рассказывают, что они там без вооружений. Не знаю, я, к сожалению, не могу тут чётко сказать. Но что я хорошо знаю? Что поскольку идёт ментальная война, то эта ментальность, там мы можем свидетельствовать, полное поражение наше в этой ментальной войне. Потому что они, кто на передовой, они видят врага. Они с ним сталкиваются, они видят, да, это враг, его надо нейтрализовать или уничтожить. А что происходит дальше? Дальше происходит то, что их достижения потом как-то конституируются или обнародуются теми, кто не воюет, которые там в тылу. Как это происходит? Значит, кто-то начинает красное знамя, с которым... Я бы с удовольствием поднял красный знамя. И, кстати, на фронте его поднимают. Поднимают, да. Кто-то поднимает российское знамя, кто-то поднимает... Чёрно-жёлто-белое. Чёрно-жёлто-белое. Имперская. Да. О чём это говорит? О том, что в голове у этих людей полная каша, они не знают, за что воюют. Скорее не заглашу, и скорее речь идёт о том, что есть люди с разными установками и с разными представлениями о будущей России. Вот это беда! Вот это и беда! И вот как раз об этом идёт речь. Но речь... Дело в том, что и на Западе проблема, как раз то, что мы сегодня видим в западном мире, в западной цивилизации, там тоже большой разброд в понятиях, куда идти. Слава Богу, что там есть люди, которые... И поэтому это как раз создаёт ту базу для того, чтобы можно было найти здоровые силы там и здоровым силам соединиться здесь. Потому что, вот мы говорим, что Россия и Запад хочет уничтожить, но ведь мы должны не забывать одну простую вещь, что первым жертвой глобалистов стали западные народы. И в первую очередь уничтожают. Французов уничтожают, немцев уничтожают. Вот. У нас нашёлся лидер, который остановил всё это в России. А ведь шло 90-е годы, ещё как. И то, что сегодня у нас идёт в полной программе реализуется мультикультурализм, вот, и то, что у нас есть лидеры, руководители государства, тот же самый Бастрыкин, который ставит эту проблему на повестку дня и очень жёстко ставит эту повестку дня, это наша заслуга. Вот. И это не только нас, это заслуга руководства страны. У нас есть такое руководство, а у них такого руководства нет. И там сейчас выводятся и выводятся законы, и просто дикие. Например, хотят, вот, речь идёт о том, чтобы заставить платить фермеров по 90 с лишним долларов, это, по-моему, Нидерландов, я ещё не помню, где закон такой вводится, за то, что коровы, коровы, на каждую корову 97 долларов, за то, что коровы выдыхают слишком много глицкого газа. Простите меня. лоси выдыхают больше, кабаны тоже, вот, люди тоже выдыхают углекислый газ. И, кстати сказать, немногим меньше, чем коровы. Поэтому, почему по коровам, удар только? А причина простое. Западные глобальные вожди, глобалисты, ставят на повестку дня вопрос о ликвидации физической, о ликвидации западных народов, искусственной организации говорили. То, что вы говорите абсолютно правильно. И вот, та позиция, о которой вы говорите, то есть, что имеются разные представления о будущем нашей страны, а по большому счёту о будущем мира, вот, это точно. Но, говорить о том, что каши нет, не соглашусь. Если взять каждого отдельно взятого человека, у него чёткое представление, чего он хочет, но за исключением тех, кто сильно над этим задумывается. Просто есть разные школы, разные подходы, и единого подхода к взгляду к тому, каким должен быть будущее России, в настоящее время нет. Ну, вот вы, как военный человек, официального взгляда. Как военный человек, я вам предлагаю, давайте мы построим самолёт, сконструируем танк, ничего хотите. Но в этом самолёте будет там двигатель по одной, по одним законам работать, значит, крыльям построим. Ну нет, вы правы совершенно. Единая база должна быть. Это немыслимо, не победить, не развиваться нельзя, пока не будет чёткая ясность, куда идём, какие пути к этому приведут. Правильно. Поэтому это беда. Владимир Ильич, вот тут вы затраги переходите в другой аспект. А почему это сложилось впечатление положения такое? Почему в том же самом Западе такого нет? Почему такое было чёткое представление о том, что мы в самом Западе, да и у нас, вот, где-то в 19 веке, в начале 20, да и почти большую часть 20 века? Причина простая, на мой взгляд, на ваш суд, и мы можем обсуждать. Причина заключается в том, что мы перешли в новый технологический уклад. Представление, каким должно быть общество, было очень чётким у феодалов. Когда мы перешли... Я прошу прощения, давайте мы всё-таки мухи отдельно, котлеты отдельно. Нет, давайте сейчас я закончу. Давайте. Было чёткое представление, каким должно быть общество у феодалов. Когда появилась мануфактура, промышленное производство, стало другое представление об этом обществе. Период переходный была такая же через полосицы. Кто-то тянулся к феодалам, кто-то тянулся в промышленный мир. Потом устоялся, возник классический капитализм. Промышленное производство лежит в основе. Сегодня есть принципиальный новый аспект. Это информационная составляющая. Информационная составляющая стала решающей в общественном производстве, причём не только в материальном, но, в смысле, не в информационном, но и в материальном производстве. Понятие движущей силы социальных преобразований, которое называлось революционным классом, тогда это был рабочий класс, поскольку он был основной производящей силы, сегодня это совершенно другой слой. Это слой людей, которые производят информационный продукт, потому что, берём инженера, который стоит у роботизированного комплекса. Для этого инженера, у него нет подчинённых, не только роботизированный комплекс, для этого инженера, его роботизированный комплекс, это то же самое, что для рабочего начала 20 века, станок, токарный, у которого он работал. Просто его уровень другой выше, и он там работает уже не руками, и личным опытом подбирает прецизионно эти самые, он уже работает интеллектуально, создавая программный продукт или контролируя его работой этого. Поэтому мы вошли в ту фазу, когда человечество должно определить новый облик жизни своей. Причём этот новый облик жизни, он должен опираться, чтобы он был действительно жизнеспособным. Не только на то, что есть сейчас, и то, что необходимо целесообразно с точки зрения нового технологического уклада, как строить цивилизацию, но и вращаться, опираться на историко-культурные основы, этнокультурные основы, то, о чём вы говорите, откуда пошли цивилизации, вот эти вот, как они формировались, светло-культурные особенные. И вот эти вот аспекты, вот этот аспект, каким должен быть будущий мир, он сейчас неопределён. Это... Кем? Для кого? В первую очередь неопределён для научной среды, для тех, кто работает в этой сфере. Вот я беру экономистов, они стоят на примитивной, по большей части, сто процентов, на примитивной, вульгарной позиции материализма. Но уже даже с точки зрения фундаментальной физики мы должны говорить о том, что вот такое вульгарно-материалистическое мировоззрение, что вот есть вот эта вот материя, значит, она есть, и мы... Первичная. Да, она первичная, она уже не работает. Потому что, как вот с точки зрения мировоззрения, техническое воспринимать понятие информации, которая реальная действующая села. Что это такое? Константин Васильевич, я все-таки призвал вас разделить мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы раз начали с идеи, давайте идейно доведем это до конца. Технология влияет на развитие идей и с ними переплетается. Но это все-таки развитие технологий. Давайте разделим. Разберемся с идеей. Давайте отделим точно мухи от слонов. давай от слонов, от котлет. Когда мы говорим о красных знаменах, мы говорим о социальном порядке. Но не о технологии. Подождите. Мы говорим о социальном порядке. Вот это первое. Социальный порядок связан с технологией и вытекает из технологий. Он определяет, определяется технологией. Когда мы говорим о том, что есть особая культурная цивилизация, цивилизационное отличие славяно-русской цивилизации, это не технология, вы правы. Но это и не знамена уже. То есть это не социальный строй. Это вопросы, касающиеся ментальности. То есть что данный цивилизационный тип воспринимает хорошим, а что плохим? Что данный цивилизационный тип воспринимает как основу мироздания? За что нужно бороться? Что считается главным? А что враждебным? От чего надо отбиваться? Как строить нравственные отношения между людьми? Ведь именно нравственные отношения между людьми, они действительно не зависят от технологий. Вот это я с вами согласен. Вот давайте мы на этом остановимся. Не будем идти знамена. Нет, дело... Я не хочу знамена эти. Я хочу просто сказать, когда вы привели пример, что вот когда там происходили переходы от феодального к этому, значит, там были плюрализм некий и прочее. Но суть заключается в том, что побеждал тот, та сила, которая знала, чего она хочет добиться, и которая опиралась на реальные технологии. Правильно. Я согласен с вами. А если так, тогда разберемся, какие ставили цели, кто их ставил и кто победил. Так вот, Владимир Ильич, вот тогда вот как раз о чем идет речь. Я как раз об этом и толкую. Значит, побеждала та сила, которая сделала ставку на технологии. Но я добавлю еще... Нет, ставки она не на... Она их использовала. Но вопрос, пожалуйста, побеждала та сила... Которая знала. Которая знала, к чему она стремится. Не просто знала, к чему стремиться. Потому что были силы, которые знали, куда стремиться, но не проигрывали. Просто речь шла о том, что побеждала та сила, которая могла решить два вопроса. Адекватно, применительно к своей стране, применительно к своей нации. Первое. Это опора на технологии и создание оптимального для реализации этой технологии структуры общества. А второе. Она опиралась на ментальность, нравственность, соответствующую данному этническому типу. Данной цивилизации. Вот когда происходило вот это сочетание, они побеждали. Когда этого сочетания не было, они проигрывали. В Вейборгской республике позиции коммунистов и социалистов были достаточно крепки. Но они проиграли Гитлеру, потому что Гитлер интегрировал и то, и другое. А эти не смогли этого сделать. Они не отвечали в полной мере немецкой ментальности. Вот о чем идет речь. В России победа большевиков с их подходами, они наибольшей степени соответствовали и первому, и второму аспекту в соединении с теми и с другими. Поэтому они победили. Но потом, сейчас, проблема состоит в том, что у нас, первое, нет четкого представления, не только у нас, а вообще в мире, каким строить социальную структуру, чтобы она соответствовала постиндустриальному обществу. Мы живем до сих пор в представлениях индустриального капитализма. Эту тему мы здесь сегодня не затрагаем. А вот вторая составляющая, не менее важна для нашей страны, это ментальность вот этой цивилизованного типа. И чем она, наша ментальность, отличается от западной ментальности, от восточной ментальности? Вот эти вот вопросы было бы интересно затронуть. Вот поэтому давайте вот на этом сосредоточимся. Вы не возражаете? Нет, я пытаюсь уже не который раз к этому подойти, но вы меня почему-то подозреваете в том, что я хочу уходить от этого. Я хочу вернуться к Европе, которая вот этот переход осуществила успешно. Оперлась на технологии и поставила задачи. Так вот тогда же она заложила под свое... Ну это в индустриальной сфере тогда, да. Она заложила под себя мину замедленного действия. И эта мина продолжает разрываться. Какая эта мина замедленная? Называется она позитивизм или позитивная философия, или позитивистское мировоззрение. Что это такое? Основатель его. Это злой гений западной цивилизации. Это то, что их губит и погубит, если они это не осознают. Так вот злой гений западной цивилизации Агюст Конт. Не путайте с Эммануэл Кантом. Француз Агюст Конт. Он в первой половине XIX века создал новое учение. Так называемое позитивная философия. В чем смысл этого учения? Об этом никто... Войдите на улицу, в ВОЗ, никто вам не скажет. Хотя вроде скажут, ну позитивность, наверное, что-то хорошее, позитивное. Ну да. Что такое смысл этого учения? Он состоит в том, что наука и философия, если она хочет называться наукой, вправе только ставить те вопросы, где можно говорить о том, какие явления преобразуются из одних в другие. А запредельные вопросы, где нельзя принцип причинности применить, просто запрещены. А вся антология, то есть вся античная аука, все, что было в древности, вся базируется именно на этом, где принцип причинности не работает в чистом виде. Потому что, ну, это сразу начинается, что Бог предполагал там, ну и так далее. Так вот, этим конституированием новой философии Запад себя убил, потому что он поместил всю науку в прокрустово ложе. Принцип причинности, действительно фундаментальный принцип науки, он был абсолютизирован. Если ты не можешь назвать конкретную причину, от чего это произошло, ну, все, это не наука. И вот это прокрустово ложе западной философии и западного мировоззрения в целом. Вот это ключевая вещь, вы сказали сейчас. Ну, так мы для этого же собрались. Да. Это прокрустово ложе до сих пор работает, до сих пор их убивает. И они не имеют силы моральной признаться в этом. Конечно, рано или... Не соглашусь. Я объясню, что. Может, нет. А у них не моральные силы. Дело не моральные силы. Они не способны просто выйти из этого. Потому что это у них... Это уже не важно, моральных сил нет или не способен. Важно, что они в этом прокрустовом ложе, как вот в колее, которое ведет их пропасть, они до сих пор сидят. И вместо того, чтобы сказать, ну, Конт сумасшедший, он сумасшедший. Я хоть не врач, но я смотрю на его лицо, читал его книжки, он сумасшедший. Но вот это сумасшествие, ну, впрочем, там другие были сумасшедшие, которых тоже возведены были в Велике, было возведено в канон. И дальше все продолжали в этом русле развиваться, в этом губительном русле. Появился неопозитивизм. Потом появился постпозитивизм. Это лучшие мыслители сегодня, признанные всего. А в чем суть неопозитивизма? В чем он отличается от чистого позитивизма? Суть в том, что надо было как-то объяснить, что позитивизм — это, ну, это бред. Но сказать так нельзя. Поэтому давайте мы скажем так, что да, конечно, позитивизм, позитивизм, он конституировал там три стадии развития общества и так далее. Что да, конечно, он не совсем точный, наука ушла вперед, кризис естествознания на рубеже 19-20 века. И мы сделаем, значит, логический позитивизм. То есть будем там, значит, что как бы... Но идея все равно остается та же. Идея остается та же. А постпозитивизм — это вообще там Поппер, Карл Поппер — это почти икона западной мысли сегодня, что давайте мы перейдем от верификации к фальсификации. То есть поскольку невозможно доказать полноценно верность той или иной идеи, давайте мы попробуем ее опровергать. И вот я не хочу утомлять никого этим. Нет, это очень интересно, зря вы. Ну, поверьте, что я это хорошо профессионально знаю. Поэтому отдельно мы с вами поговорим, позитивизм отдельную передачу давайте сделаем. Я хочу сказать, что это страшная беда для западной мысли философской. Пока они не осознают, пока они не... Владимир Ильич, давайте мы эту тему на одну передачу сделаем. А теперь скажите, пожалуйста, что противостоит позитивизму в нашей... Я... Можно закончить? Так меня не это больше всего убивает. У меня убивает больше всего то, что эти вообще ничтожные книжечки... Кто такой Конд? Он написал две брошюрки, вот, тоньше моей. Это не сочинение там марксизма и ленизма. И вот эта идея ужасная, убогая, ну, без всякого. Она стала привлекательной. И эти идеи перенеслись в Российскую империю. Тимирязев стал пропагандистом. Это вся элита научная. То есть они все... Он-то бился почему против этого? Потому что был социальный заказ. Кроме технологии есть еще социальный заказ. Какой был социальный заказ? Уничтожить представление о божественном... О божественной природе мира, человека, ну и так далее. И вот это его философия уничтожала. Мы не можем сказать, что было дальше. Вот знаем, там появились обезьяны, вот дальше можно рассуждать. А до этого не знаем. Так вот, эта задача, социальный заказ, разрушить божественное представление, это была главная задача того, тех сил, которые совершали переворот от феодализма к капитализму. И есть такое понятие, я его разрабатываю, фундаментальные основы позитивизма. Или фундаментальные основы позитивистской философии. Ведь любая философия, она должна стоять на законах естественных. Так вот, есть три фундаментальных закона, я утверждаю, позитивистской философии. Первый закон – это эволюционизм дарвинский. Второй закон – это закон превращения материи, энергии и прочее. Третий закон – это детерминизм. Вот эти три закона, как в свое время были три источники, три составные части марксизма, так и здесь три закона и три источника позитивистской философии. Все эти три основания – наука доказала их несостоятельность. Ну все, дома нет. Ну представь себе, мы зашли сюда, ведем передачу, смотрим, фундамент уплыл куда-то. Первое – бежать скорее надо. Нет, не бегут. Все продолжают жить, как будто вот это все так и есть. Вот их проблема, беда. А заказчик социальный, об этом тоже почему-то не говорят. Кто был социальным заказчиком этой революции? Позитивисткой. Не позитивисты, позитивисты исполнительные были, никчемные, а заказчиками были. Третье сословие, третье сословие, оно приготовилось взять власть. И для этого заказала кону философию, заказала Дарвину этому, заказала тому-то всем. Я думаю, они так скорее. Они заказывали прямо вот, платили. Ну я же утрирую. Просто не отлавливали в потоке небольшого. Да нет, конечно, конечно. Возникла сила мощная, которая почувствовала, что они могут создать новое явление, создать капитализм и быть хозяевами. И поэтому надо... Согласен с вами сто процентов. И поэтому надо было уничтожить прежних хозяев. Как это уничтожить? Совершенно верно. Надо философский... То, что... Потому что когда я вам говорил про вот эту вот самую технологическую базу, наш позитивизм универсален. Он не имеет этнической окраски культурной. Конечно. Вот. Это как раз та самая первая часть. Должна была соответствовать технологии современной. А теперь мы перешли в другое. И позитивизм там не работает. Но пока мы не разберемся в том, что было вчера, мы... Хорошо, Владимир Ильич, остановиться на позитивизме... Нельзя. Нельзя. Надо дать хотя бы идею представления, вот в таком ключе, как говорили, о позитивизме, с вашей позиции, что альтернативой ему является сегодня. Да. Так вот, альтернативой Западу является... Не Западу, а позитивизму. Нет. Западу и позитивизму – это одно и то же. Понятно. Он не... Неотделим. Неотделим. Он не отделил себя от этой язвы. Понятно. Вот. И в этом смысле необратима его гибель для некоторых стран уже точно. Наша задача – отделиться от болезни и создавать здоровое тело, выращивать здоровое тело. Первая болезнь – это позитивизм. Следующая болезнь – это наши внутренние, ну, скажем, там, такие уже... Что является альтернативой позитивизму? Какая мировоззренческая позиция является сегодня? И в чём её суть? У вас есть такие вот... Может, она сейчас разрабатывается только, может, её ещё нету. Да нет, я уверяю вас, всё есть. Скажите, идея основной противоизоляции. Это книжки понятны. Расскажите в жатом виде. Я же всё беру. В жатом виде. Очень просто. Есть. На основе позитивизма вырос то, что мы называем западноевропейский рационализм. Понятно. То есть всё через голову. Ему противостоит русский логизм. Что такое логизм? От слова «логос» в начале было слово. Этот русский логизм берёт своим истоком античную философию. Не Запад, мы берём своим истоком. На основе античной философии выросла патристика. Что такое патристика? Патристика – это наука, которая преобразовала достижение античной философии в русле христианской идеи. Это было примерно 400 лет развития этой патристики с IV по VIII век. И они фактически всё сформировали. Но об этом никто не знает, потому что все думают. Это понятно. Патристика. Дальше что? Суть этой патристики. Суть патристики состояла в том, что в результате достижения этой патристики, прежде всего Юстиниана, великого императора Византии, мы переняли от Византии крещение по этому обряду совершенному. Запада вообще не было. Священная Римская империя германской нации создалась только 200 лет спустя. А Рим разрушился 600 лет спустя или там сколько? 400. А мы взяли вот эти лучшие достижения, и они были в основе русской цивилизационной... Вы сказали про обрядовую часть. А я говорю про ту часть, о которой вы сказали, вот когда характеризовали первыми словами, что такое позитивизм. Вот в таком ключе, как вы сформулировали позитивизм, вы можете сформулировать, сформулировать, прошу прощения, что такое патристика, и вытекающая из неё дальше вот эта мировоззрительная база России, которая должна двигать дальше, в таком же ключе? Нет, патристика это... Чего мне тут умничать? Это богословы всё расскажут, тут всё понятно. Я просто хочу сказать, что это лучшие достижения мира того времени, конца первого тысячелетия. Лучшие достижения. Ничего больше не было. Ну, в исламе немножко там было. И вот эти лучшие достижения влились в русскую и социальную жизнь, и государственное строительство. И на этом основе всё строилось. И возникли философские учения, начиная с митрополита Илариона, ну и так далее, Кирилл Туровский, там, Смолячище, в общем, всё это. Так вот, самый близкий к нам великий мыслитель – это Григорий Исаевичского рода. Дальше самый яркий мыслитель русский, я хочу на весь мир об этом зреть, это Владимир Францович Эрн. Вы же слышали о нём? Нет. И никто не слышал. Это величайший мыслитель. Проблема основная состоит в том, что мы очень как-то щепетильно относимся ко всему, что оттуда Запада к нам приносят. А там что говорят? Ну, русской философии нет, она же началась с Соловьёва. С какого Соловьёва? Кто такой Соловьёв Копьёв? Ну, это известная история. Это технологии информационного противоборства. Да ладно, оставим это за кадром. Да, нет, это кадр важный, потому что они говорят, русской философии нет, есть русско-религиозная философия. Я вам заявляю, покажите мне философа, который возразит, вся философия религиозная, вся, потому что она нерелигиозной быть не может, потому что в любой философской системе есть антология. Антология – это либо имфиология, либо религиозная составляющая. По-другому не бывает. Почему западники так говорят? Потому что они, начиная с Кона, стали безрелигиозной, более того, антирелигиозной философией. Вот в чём проблема. То есть нам надо выстроить нашу мысль, русскую мысль, от античности до современности, не пытаясь как-то сравнивать себя с Западом. Мы кино делаем, вот смотрим, как в Голливуде, там станки догнать и перегнать. Нам не надо это делать. Мы самодостаточны. Надо сформулировать свои идеи. Дорогие зрители, несколько затянуто, но наша передача подошла к концу. Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании.